Привет всем, меня зовут Олег и добро пожаловать на канал. И сегодня я прочитал такую новость, что Джин Донг стал принимать цифровой юань. Это достаточно большая новость, потому что Джин Донг, это, ну, JD.com, это вторая по размеру e-commerce платформа в Китае. И, соответственно, если они приняли, то очень возможно, что эту систему примут и уже другие. Вот, в Шенчжене в одно время раздавали по 200 юаням всем жителям в Шенчжене в виде цифровой валюты, что достаточно круто. Вот, с другой стороны, это означает, что все транзакции в скором времени будут контролироваться. Чтобы вы понимали, что Alipay, что WeChat, они принадлежат частным компаниям. Конечно, очень сильно заафилированными с государством, но все равно. Тот же Tencent, он частично принадлежит компании Naspir. Ей также принадлежит Авито, там часть, точнее, часть акции Авито, часть акции Mail Group. И вот Alibaba частично принадлежит Софткомбанк, по-моему, японскому. И, видимо, китайское правительство пытается это вытеснить, и, соответственно, скоро в основном будут использоваться цифровые юани. И, скорее всего, с тем, что в Китае все это дело идет быстро, то скоро мы, наверное, будем пользоваться не WeChat или Alipay, а будем пользоваться цифровым юанем. Я не знаю, насколько это будет удобно, но, с другой стороны, вот кэшем уже давно почти никто не пользуется. Я последний раз наличку держал, когда деньги снимал с русской карты, чтобы перекидывать на свой китайский счет. Вот, с другой стороны, вот эта штука со цифровым юанем немножко пугает, потому что все операции будут контролироваться, и, как бы, некоторые вещи, ну, будут, как бы, усложнены. И на этом фоне очень дико звучит одна история, согласно которой один китайский мошенник, которого поймали, арестовали, был приговорен к тому, что ему нельзя пользоваться ни WeChat'ом, ни Alipay'ем, ни снимать деньги из банкомата, а он имеет право пользоваться только наличкой, причем наличку он имеет право снимать только в кассе банка. То есть он не имеет право в банкомате и прочих системах снимать. Это дико неудобно, вот в Китае конкретно неудобно, потому что ты приходишь в магазин, ты расплачиваешься WeChat'ом, ты заказываешь еду, ты расплачиваешься Alipay'ем, WeChat'ом, Taobao'ом и прочее тоже. Все происходит через электронные деньги. Но, по правде сказать, вот честно скажу, в России, когда я был, я тоже не доставал наличных денег, я везде оплачивал либо картой, либо телефоном. То есть в этом плане мы, на самом деле, не сильно отстаем от Китая. Что не скажешь, например, о Португалии. У меня очень хороший знакомый португалец есть, он говорит, что у них Португалий даже банкомат не везде можно найти, то есть надо ехать к нему конкретно. Ну, я думаю, ну, дичь, конечно. Но, как я понял, консервативные европейские страны в этом плане, они более консервативны. Тавтология. Да, и следующая новость, она более позитивная. Потихонечку логистические компании начинают снова работать в привычном режиме. Вот некоторые уже начали работать в привычные две недели, то есть доставка в две недели. Мои же пока еще предоставляют только самолет и доставка в три-четыре недели, но, в принципе, это уже как бы неплохо и это очень сильно развязывает руки. И это меня, если честно, дико радует. Так что потихонечку, если будут заказыки, то вы можете мне написать либо в WhatsApp, либо на почту. Лучше, конечно, на почту, просто потому что на почте мне комфортнее общаться намного. И получается то, что люди, которые пишут на почту, они обычно более детально все описывают. Теперь что же дальше? Кстати говоря, купил книгу Колесова «Китаец», вторая часть. Первая часть мне безумно понравилась. Посмотрим, какое у меня еще не будет от второй части. Пока читается достаточно тяжело и не так уж интересно по сравнению с первой, но посмотрим, как будет дальше. Потому что первая книга меня очень классно захватила. Она была офигенная, легко читалась. И вообще я бы ее, наверное, порекомендовал каждому прочитать, потому что реально она написана легко. Я ее прочитал буквально за два вечера в метро. Настолько она легко читается и вообще, в общем, рекомендую. Также меня сейчас что радует, это то, что биткоин растет. Люди, правда, снова начали писать про видеокарты и асики. Но опять же, почему вдруг все начали писать, когда все это дело взлетело, когда надо было писать заранее. Блин, я вот этого не понимаю. Сейчас тоже китайцы цены на все стали потихоньку поднимать. Вообще китайцы, конечно, в этом плане. Когда они понимают, что тренд, они взвинчивают цены вообще до небес. Это касается как асиков, так и масок, и перчаток. И в это время достаточно тяжело на самом деле быстро и оперативно реагировать, потому что, во-первых, разница во времени, во-вторых, все равно перевод денег и так далее. Это занимает достаточно большое время, и это не очень удобно, скажем так. Ну а в остальном, погода на улице отличная. Могу даже порекомендовать прогуляться тем, кто в Гуанчжоу. Прямо вот охота, как кот развалиться на лужайке и лежать. И просто наслаждаться теплыми лучами солнца. Ну, как-то так. Надеюсь, этот выпуск вам понравился. Если будут вопросы, то пишите в комментариях. В общем, всем спасибо и пока.